Житель Черкеска до полусмерти избил одну собаку и отрубил хвост другой. Истерзанное животное несколько дней назад нашли дети возле школы. Жертву насилия отвезли в ветклинику, где ей сделали операцию. Алихаль Липшоков подробнее. Мы услышали жуткие крики собак и шумы и выбежали на улицу, отмечает очевидцы этого преступного инцидента. Окровавленную тушу дворовой любимицы Баси обнаружили дети возле школы, а ее сестру найти сразу не удалось, только отрубленный хвост. Чуть позже нашли и тело самой собаки. Как можно так поступать жестоко со слабым животным? И что самое страшное, наши дети получили психическую травму, видя этот кошмар, отметили жители нового квартирного дома, где и произошел акт насилия. Я сразу выскочила на улицу, увидела парня идущего, ну уже от моего входа в другую сторону. Я его догнала с криками, что вы делаете, когда, ну вот так примерно, как мы с вами стояли. Он развернулся, говорю, как был топор. Вот, ну конечно, я сразу испугалась. Он говорит, вас эти собаки устраивают? Я говорю, что случилось? Он говорит, они покусали мою собаку. Я с ними разберусь. Был белый алабай, я с ним уже разобрался. Разберусь и с этими. Пострадавшую собаку отвезли в ветклинику. Ее полностью прооперировали, но все равно риск некроза ткани остается. Волонтеры благотворительного фонда «Право на жизнь» подали заявление в правоохранительные органы по произошедшему инциденту. То, что животные бездомные, не значит, что их можно калечить и жестоко убивать. Мы будем добиваться того, чтобы виновник насилия понес заслуженное наказание, отмечают зоозащитники. Было написано заявление по факту жестокого обращения животными по 245-й статье. Написано было очевидцами, кто был непосредственно. Написано было от лица директора нашего фонда. Мы тоже будем стараться, чтобы справедливо все было решено по законодательству. Эти собаки были очень доброжелательны. Все дети района их знали. Это шок у детей. Детей отпаивали, успокаивали. Ни одного ребенка. В общем, шок, психологическая травма уже нанесена. Потом адекватность человека, который способен на такой поступок, под большим вопросом. Ну, как бы, есть повод бояться, опасаться за жизнь себя и своих детей. Проблемы бездомных животных не должны решаться такими жестокими действиями, говорят волонтеры. Поэтому необходимо найти методы, которые позволят защитить их от подобного насилия. Сами волонтеры и все вот эти причастные люди, они также против того, что собаки находятся на улице, что их очень много. Точно так же. Просто мы ищем другой способ решения этой проблемы. Не жестокий, не убийством, не просто убрать их и неизвестно куда. Мы пытаемся решить проблему в корне. То есть, почему эти собаки оказываются на улице, и мы в этой тяжелой ситуации, в решении которой не можем найти пока что никакого способа. Алихан Лепшоков, Виктория Карпенко, Вести, Карачаева, Черкесия.